Мир вам, братья и сестры, в этот воскресный день мы пришли, чтобы вспомнить смерть Господа нашего Иисуса Христа. Мы, верующие в Иисуса Христа, исповедуем Святую Троицу. Мы верим, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы вспомнить смерть Господа нашего Иисуса Христа. Я буду читать Слово Божие. И в первом послании Коринфянам, в 11 главе, 26 стих говорит так. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». На протяжении двух тысяч лет христиане возвещали по следующему роду смерть Господню. «Смерть Господа нашего Иисуса Христа». Всякий раз, когда мы вспоминаем, едим хлеб, пьем чашу, вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому я хочу указать на Священное Писание, что наш Господь Иисус Христос есть Бог. Откройте послание апостола Павла Кремлина. И здесь записано такое слово в 9 главе, 5 стих только читаю. «Об Израиле говорит апостол Павел, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми, кто? Бог, благословенный вовеки. Аминь». Я хочу еще повторить. «Сущий над всеми Бог». Поэтому Иисус Христос есть кто? Бог, братья мои и сестры. Он есть Бог. Иоанн описывает и записано в первом послании Иоанна, 19 и 20 стихи я читаю. Смотрите, здесь записано так. «Мы знаем, что мы – это Бога, и что весь мир лежит во зле. Мы знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинно, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». И дальше утверждается «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Иисус Христос есть истинный Бог. А апостол Павел пишет, что в первом послании Коринфянам в 12 главе, это третий стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеми на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Братья мои, исполнившись Святым Духом, мы признаем, что Иисус Христос есть Бог, есть Господь. Многие люди почитают Иисуса Христа как просто пророка или не выше, как Сына Божия. Да, Он Сын Божий, да, Он Пророк, да, Он Сын Человеческий, но Он есть Господь и Он есть Бог. Аминь. Итак, когда Иисус Христос явился Савлу на дороге, когда Савл шел в Дамаск, это был огненный столб с неба, и Павел говорит, это сияние славы, и этот свет был настолько сильным, он был ярче солнца. И от этого света Павел ослеп, он впал на землю, и люди впали на землю, потому что их встретил Христос, Сын Божий. И он сказал Павлу слова, Савлу, Савл, на еврейском языке, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против вражна. И Савл говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Братья мои и сестры, однажды я проповедовал одному еврею, грамотному еврею, он говорит, я не знаю, есть ли Бог, я не знаю. Но если Иисус остановит меня, как Савла, то я поверю тогда. Но я ему тогда не сказал, Савл ослеп, но что будет с тобой, если встретит тебя Иисус Христос? Братья мои и сестры, когда Иоанн, который любил Иисуса Христа, возлежал на груди, он был особый ученик из двенадцати апостолов. Когда он встретил или увидел Христа, послушайте, что говорится в Откровении, в первой главе. Это будет семнадцатый и восемнадцатый стихи, я читаю. Иоанн описывает так, и когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Слышите, братья мои и сестры, в кого ключи смерти и ада? В нашу Господа Иисуса Христа. Аминь. Он имеет власть от Бога. Он имеет эти ключи и смерти, и ада. Бог покорил под ноги Иисуса Христа, Сына Своего, все. Он дал Ему всю власть. Иисус Христос имеет власть на земле прощать людям все грехи. Он, когда расслаблено принесли четверо, спустили ее через кровлю, и Он был несчастный, жалкий человек, то первые слова, которые Сын Божий произнес, прощаются тебе грехи твои. Братья мои и сестры, Сын Божий, Господь Бог, Он имеет власть прощать нам грехи наши. И Он очищает нас от грехов наших. Поэтому мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Если мы представим на мгновение, что Бог мертв, если Бог мертв, если Бога нет, то тогда что же будет? Тогда люди, которые живут на земле, они могут жить так, как хотят, если нет Бога, значит, нет ответственности. Дорогие мои, и многие люди хотели бы, чтобы так было, чтобы Бога не было. Но Библия говорит, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Но Он жив. Он воскрес. Наш Господь жив. Во веки веков жив. И Он всемогущий Бог. Мы сегодня слышали. Он всезнающий Бог. Он всевидящий Бог. И Он прощающий Бог. Милующий Бог. Слава Ему за это. И мы к Нему обращаемся. И мы Ему молимся. И мы Его славим. И мы Ему служим. Поэтому, если есть Бог, то должно быть и благоговение пред Ним. Если есть Бог, то есть Его и правила. И Евангелие называется Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Люди принимают крещение по повелению Иисуса Христа, потому что Он сказал, идите и научите людей, крестя их, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Уча их соблюдать. Крестя во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Во имя Отца, во имя Сына, и во имя Святого Духа. Святой Троицы. Научите людей. Мы учимся от Божьего Слова. Эта Евангелие, она оставлена нам на земле, и поэтому христиане. Он должен любить эту Слову. Он должен читать Евангелие, потому что она говорит о Божьем Сыне. Она говорит о любви Божьей. Она говорит о Суде Божьем. Она говорит о вечном блаженстве верующих людей, которые однажды оставят эту землю и переселятся на новое небо и на новую землю. Слава нашему Господу, что мы, христиане, любим Божье Слово, любим Бога, потому что написано, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, апостол Павел пишет. Что значит анафема? Да будет отлучен. Маранахва. Господь грядет. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, да будет отлучен. Отлучен от церкви. Мы любим Бога. Мы хотим соблюдать Божьи правила, заповеди. И весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего Твое, как самого Себя». Весь закон, Божий закон в одном слове заключается «Люби ближнего Своего, как самого Себя». Пусть Бог благословит нас. И Христос во время вечери, Он нечто сделал. Я прочитаю из 13 главы Иоанна Леотеана такие слова. Послушайте, что записано здесь. Некоторые только стишки. 13 глава Иоанна 6 стих. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петер говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петру говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». 14 стих. «Итак, если я Господь, и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина Своего, и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Это Слово Господне. Вы знаете, если бы Иисус Христос сказал бы мне или всем христианам, что прежде чем войти в молитвенный дом, ты должен три раза поклониться до земли, я бы это делал. Потому что это сказал Господь, Иисус Христос, и я бы это выполнял. Может быть, мне это не нравилось, может быть, я хотел бы как-то по-другому, но это Слово Господа нашего Иисуса Христа. И Он прямо, если Иисус Христос – Бог, и Он унизил себя, смирил себя до раба и умыл ноги грешным людям, то кто такой я? Братья мои и сестры, да благословит нас всех Господь. Мы помолимся, попросим у Господа благословения, попросим у Господа, чтобы Дух Святой наполнил наши внутренние храмы, чтобы наш Дух соединился с Божьим Духом, потому что, когда решили убить Стефана, то Бог показал ему видение, и Он смотрел на небо, будучи исполненным Святым Духом, Он смотрел на небо и увидел небо, которое было отверсто, то есть раскрыто, и Он увидел Иисуса Христа, стоящего одесную Бога. Дорогие мои, в Духе Святом Он увидел эту картину, поэтому пусть Бог благословит нас исполняться Святым Духом, молиться Богу, просить у Бога прощения, и когда стоите на молитве, прощайте, чтобы Отец Небесный простил вам, и мне тоже. Давайте мы склоним колени, попросим у Бога прощения, поблагодарим Его, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok,